И всем привет! Вы на канале Fedoraid Gaming. Меня зовут Александр и сегодня у нас относительная новинка специально для групп ВКонтакте. Игра называется Traffic Racer 2022. Для тех, кто любит играть в гонки с интенсивным движением. 4.8 средняя оценка, 10 тысяч скачиваний. Вот такие вот картиночки встречает нас отечественный автопром. Можно флажки вешать на машинке, гонять по ночным трассам, по городам и еще вместе с полицейскими ДПСниками гоняться на высоких скоростях. Так, замечательно. По отзывам, что? Есть положительные, отрицательные. Нам, конечно же, интересуют отрицательные. Лагает плохая оптимизация. Дилетанты, разработчики, которые не могут грамотно оценить критику в свой адрес, не разобравшись, в суть проблемы, не понимая тот факт, что в игре плохая оптимизация. Ну, либо слабый девайс у тебя, чувак. Давайте проверять, какая тут оптимизация. Поехали! Итак, мы в главном менюхе. Машину нельзя крутить, но она сама с этим справляется. Что по настройкам? Все в максимуме и никаких гироскопов. Замечательно. Так, гаражок. Давайте посмотрим, какие тачки у нас присутствуют. Так, шестерка, семерка, восьмерка, десятка, четырка. Все присутствует. Замечательно. Окей. Много машин даже Мерса есть. Прикольненько, да. Но у нас стандартная, естественно, будет также тюнинг. Давайте посмотрим рекламку. Вот это, конечно, минус, что рекламка сама вылезает. Лучше сделать кнопочку, я думаю, с рекламкой и поощрять тех, кто на нее нажимает. Итак, что мы тут можем сделать? Флажки повешать за тысячу баксов. Всякие разные, да. Также есть мигалки, колеса. Давайте колеса посмотрим, как меняются. Много разных колес. Машина, остановись. Не видно. Колеса есть. Флаги, колеса и мигалки. То есть, все присутствует. Замечательно. Также у нас тут есть покраска, причем реализована она бегунками. Можно выбрать вообще абсолютно любой цвет, какой тебе душе угодно. Также есть матовость, получается, и глянец, и темнота расцветки. Замечательно. Давайте такого как-нибудь и оставим. Надеюсь, это не стоит много денег. Также можно поменять номер. Что это у нас тут? Тонировочка. Смотрите, прекрасненько, как все. Ну, ебра, закатаем во все одинаковое, давайте. А колеса будут, я не знаю, вот такие вот. Замечательно. Все сохранится? Да, все сохранилось. Просто прелесть. Также есть кнопочка «Добавить денег» просто за рекламку. Как раз-таки та кнопка, про которую я говорил. Только непонятно тогда, зачем нужна та рекламка, которая сама вылезает. Окей, если мы затюнили машину, заработали даже 10 тысяч уже баксов. Можно, кстати, что-нибудь новенькое купить, но я не думаю, что это нужно. Так что погнали в бой. А, кстати, у нас тут не открытый мир. То есть, мы сразу уже куда-то едем. По трассе. Замечательно. Это мне напоминает какие-то олдовые игры. У нас есть кнопочка газа. И просто мы уворачиваемся от тачек. Ну, окей, ладненько. Ёпросто-то, скорость боняшная, кстати, была 8,1. Заработали 46 баксов. Давайте заново попробуем. Нет, я немного, конечно, другое ожидал. Но, возможно, тут есть другие режимы. Можно по встречке, смотрите, гонять. Так, высокая скорость. Очки пошли. Дистанция 0,3-0,4. Ну, это как в Тетрисе, помните, были? Вот, кстати, у нас тут копы есть. Это довольно-таки сложно на самом деле. Также у нас есть, смотрите, тут фары, дальний свет, потом аварийка. Так, давайте еще раз попробуем. Еще и камера, смотрите. Вот это уже интереснее камера, да. И вот такая камера. Смотрите, как салон проработан. Только машина немного дергается, конечно. Так, вон полицаи. А как тут объезжать? Только вот так вот, если... Окей-си. Это немного необычно. Ох ты, затормозил! Нифига я куда улетел. Ладненько. Заработали еще немножечко побольше. 118 уже есть. Давайте посмотрим, какие тут еще режимы есть. Ну, тут получается локации, времена суток. Ну, давайте попробуем по городу поездить. Да, все то же самое, только город поменялся. Но, кейси... Можно, наверное, фары включить. Нормально. Сирена? Чего, кого вообще-то? Так, полицаи. Ну, а вот, мы полицию обгоняем, нам дополнительное очко какое-то дают. Это сложно на самом деле. То есть, в принципе, игра дает тебе такой вызов. Давайте еще раз попробуем. Посмотрим, насколько далеко я могу проехать. Ну, и охота глянуть какую-нибудь другую тачку, посмотреть, насколько скорость у нее отличается. Да, вот по центру едешь, да и все. А столбы, кстати, мы сквозь столбы проезжаем. Но это довольно-таки сложно на самом деле. Ну, в принципе, по оптимизации ничего вообще, нареканий никаких нет. Давайте еще разочек. Я люблю такие простые игры на самом деле. Потому что то, что сейчас в гонках выходит, это полнейший кринж. Типа асфальта всяких разных. Где над свапами управлять, на газ не нажимать. Ну, короче, полный пипец, да. Они еще пристраиваются, нифига себе, жесткие. Тут интересненько. Последнее подобное я играл, что-то с зомбями было. Ну, тоже уже относительно давно. Только там еще надо было по зомбарям стрелять, короче. Нифига мы разогнали, смотрите. Ёпараса Тэ. Как это выглядеть будет в другом виде, я даже не знаю. Ну, пока переключать вид я не хочу. Это клево, пацаны, очень высокая скорость. Окей, денег мы подняли. Давайте посмотрим, может нам на что-то уже хватает. Саракембу стоит семерка. А если я посмотрю много раз рекламу? И, к сожалению, походу у меня реклама закончилась. Сейчас я попытаюсь перезайти. Окей, если походу тут стоит ограничение на рекламу, потому что на фармите я смог только 32 тысячи, а другая машина стоит сорокет. Можно, конечно, покататься, либо отложить это на следующий раз. Так что давайте я предлагаю сыграть в ту карту, на которой мы еще не ездили. Вот на этой вот, по-моему, не катались. И будем заканчивать. Так, максимальная дистанция у нас 0,1. Давайте попытаемся разогнать эту птичку на максимум. Включим сирены. Аварийку. И погнали. То есть можно, в принципе, себе какой-нибудь челлендж устроить. Допустим, вот проехаться. Вот на таком виде. Блин, не получилось. Давайте еще разочек. И погнали. Стрелочки гуляют. Все довольно-таки интересненько сделано, да? Правда, не видно, что спереди творится. Но скорость в таком виде еще сильнее чувствуется. Ёпараса-то. И что тут делать? Давайте сюда перестроимся. Дифига скорость. Просто жесть. Еще какие-нибудь VR-отчетки. И можно просто это, кипятком того самого. Ёпараса-то. И ачивочек бы еще сюда каких-нибудь. Вот это, блин, скорость. А как здесь-то? Ё-моё. Да это офигенские, ребятки. А тут никогда. Все, пипец. Зато максимальное количество очков, по-моему, я собрал. И вот так вот потихонечку мы фармим. Нафармливаем на новые тачки. И покупаем их, и грейдим, и веселимся. Ладненько, давайте еще раз проедем. Смотрите, какую я красотку себе купил. Тюнить не будем. Сразу поедем в бой. Ну и давайте на таком витке, на классическом, проедемся. Возможно, она даже фармить будет побольше. Нифига тут полицейских, смотрите. В городе, в этом самом. Ну, едет плавнее, мне кажется, нет? Или это из-за того, что я вид другой поставил? Ой-ой-ой. Давай вперед. Давай сюда. Не, прикольно, прикольно. Дистанция пока маленькая. Ой-ой-ой, какие они, сволочи-то, в пробочку встали. Ладненько, посмотрели даже еще одну машинку. Ну, а так, по чесноку, первая тачка мне даже больше понравилась. Ты знаешь, шустрее, что ли она. Так что я ее пока оставлю, на ней буду гонять. А что касается картинки. Картинка, как видите, хорошая. Машинки сделаны добротно. По оптимизации тоже у меня никаких нареканий не было. Вроде бы не лагало. Я, по крайней мере, не заметил. Геймплейчик простой, но я думаю, это все дело времени. То есть, со временем по-любому добавят еще новые машины, новые карты, новый режим. И все это по-любому будет. Из минусов, навязчивая реклама в главном меню. Но я думаю, это можно пережить, ну, либо на крайняк исправить. Так что игра мне понравилась. Я ее с удовольствием оставляю. Если вам она зашла, ссылка будет в описании и в группе ВКонтакте. А пока у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Пока-пока.